Екатерина Самаркина, учаясь в старших классах, школа не могла определиться, какие науки ей нравятся больше, точные или гуманитарные. Поступив на физико-математический профиль губернаторского лицея, любовь к русскому языку и поэзии превратила в хобби. Математические правила и определения я стала писать в литературной и стихотворной форме. И еще тогда создала небольшой сборник своих произведений, своих работ. Со своим самодельным сборником решила принять участие во всероссийском конкурсе имени Менделеева. Защитить исследовательскую работу в разделе педагогики. И заняла первое место. Идея исследования была показать, что младшим школьникам сложно воспринимать сухие формулы и числа. А если подключить стихи и ассоциации, то учебный процесс становится интереснее. После окончания школы решила поступить на инженера, но тяга к преподаванию становилась все больше. Мое призвание все-таки это педагогика. Я из педагогической семьи. У меня и мама, и бабушка, и прабабушка все были педагогами. И сейчас я дополнительно получаю второе образование педагогическое. Буду учителем физики и математики. Учебную деятельность Екатерина совмещает с проектной. Участвует в международных и всероссийских форумах. Опыт помог занять первое место и на форуме Иволга. И привлечь внимание фонда «Гражданское общество», а также Министерство просвещения Российской Федерации. Таким образом, проект было решено преобразовать в конкурс, главная задача которого – облегчить понимание сложных математических формул с помощью стихов и сказок. Вот этот конкурс меня заинтересовал тем, что он как раз совмещается в два наших лицейских профиля – физмат и гуманитарный. Можно проявить себя и там, и там. Я, получается, с самого детства пишу стихи, и мне это нравится. Поэтому я захотела принять участие в этом конкурсе. Также меня очень вдохновила речь Екатерины. Сочинение нужно отправлять на почту конкурс «Нижнее подчеркивание 56 собака Майл.ру» до 25 марта. Работу можно сопроводить иллюстрациями. Проведение итогов конкурса пройдет в рамках празднования фестиваля «Креативной математики» на базе Оренбургского государственного университета в апреле. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике, а их авторы награждены призами. Подробную информацию можно найти на сайте Министерства образования Оренбургской области. Виктория Палкина, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ.